Всем привет, дорогие друзья, на канале Катрин, 145 серия, сейчас будем выяснять, что же случилось с низушком, ага, и типа следа, а я никак не могу, например, на крышу забраться. Он рассек себе лоб. Ладно, идем по следам. Какие-то маленькие ножки прям, ножки у крошки. Так, теперь сюда. Не свести денег не будет. Так-то, так-то. Его утащили. Хе-хе-хе. Ухо Гуга Хоффа и мятое письмо. Химки, собирая ребят, у нас есть халтурка. Пора Гуга Хоффа отправиться в долгую речную прогулку по Понтору. Подтверждение, принеси его ухо. Фальк. ПС, похоже, Эваль тоже заинтересовался Хоффом. Путь осторожен. Не поделили Гуга? Подожди, тут кровь была красным горела, разве нет? Там у нас что-то красненькое. Тут ничего нет. А, ну все. Все ясно. Гуга, в самом деле, лег на дно. Что ж, придется нанимать Эвелину. Да уж. Ну тогда идем нанимать Эвелину и уже потом по следующим. Крутой выискос. А ты что-то имеешь против? А? Зараза. Ладно, не хочу из-за одного дебича поднимать шумиху. Хотел ему по морде дать, но... Нехай стоит, воняет. Так. Где тут быстрый переход? Блин, аж сюда. Держись от меня подальше. Быстренько перемещаемся. Одного человечка, получается, мы уже наняли. Сожгли бы этот сарай, все бы лучше. Опа. Что станется, когда они сарай разнесут? Лучше и не думать. Что случилось? Что тут делается? Там кто-то кричал. Я ведьмак, алё. Точно не мое. Не понятия, понял? Твои руки какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли. Только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие. Но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Давайте. Мне деньги нужны. Мы вас впустим в сарай. А как все кончится, двери откроем. Быстрее, мастер-ведьмак. Они же выберутся. А-а-а. Гуль-гуличи. А кого сожрали? Кого сожрали? А все? Все гончилось. На них-то мы избежались. Тела. На них-то гули избежались. А почему здесь лежат тела? Человеческие. Я не поняла, ну. Объяснитесь. Это мне. Что тут? Это тоже мне. Поджигаем. У вас что, кладбище в сарае? Нет. А и чего вы спрашиваете? Я нашел останки нескольких тел, на них трупоеды избежались. Это... Это бандиты были. Походу они деньги с нас сдирали, мы еще терпели. А как они и гусь в сарае потащили, тут вы не выдержали. Ну, на вилы их, и... А как все кончилось? Саме... Ну, если правда, нехай, так и будет. Ну, если это действительно были бандюганы, и они потом уже совсем... Охренели. Ну, вообще не жалко. Так им и надо. Нечего творить беспредел. Ю-ху! Приветики. Блинушка. Ого, пацан, флексит. А ну, потанцу еще. Мужских приключений испытать хотя бы. Ну, что глупости болтают, это мне не делать. О, ты уже здесь? Ну, так как? Знаешь дом травника неподалеку? Зайди и спроси у него вытяжку из кровавника. О, тайна. Обожаю тайны. До встречи, ведьмак. Так, так, так. Так, так, так. Че у нас тут? С Эвелинушкой мы пообщались. Медвежатник остался. И-и-и. А, приготовить... Микстуру. Ну, давайте мы это на потом оставим. Так, откуда я там бежала? Отсюда. А, подождите, это тут близко. Тихо, тихо. Давно я на плотве не каталась. Или каталась? Уже не помню. Погнали. Интересно, а на плотве можно медитировать? Нет. Отличное место для медитации, мне кажется. Сейчас будем разговаривать с Казимиром. Кузимир. Пошла. Ну. Я хотела перепрыгнуть. Плотва, ты че меня подводишь? О, другое дело. Березки, как атмосферно. Давай. Прыгай. Молодец. Все, спешится. Я в пяточку зажать. Мастер совсем. А я говорила, что так и будет. Верности мне клялась. В любви. И что? И хренал. Хренал. Мастер-казимир. Уберите вы этот факел во имя богов. Сука такая. Указывать мне вздумал. Так, какой-то он психически нестабильный. Что? Что тут происходит? А вы не видите? Мастер Казимир на крышу влез и говорит, что себя взорвет. Я ей стерви жемчуга покупал. Шелка и бархат. А мне, блядь, за это что? Рога? Ах, семейные неурядицы. Неурядицы. А ведь такая ладная была это его Ефимия. Ой, ну как картинка. И пятеро ребятишек у них было. Хоть и низенькие, зато как воспитанный. Всегда поклонятся, а здоровье спросят. Не то, что старостихины ребята. А только намедлита Ефимия отмалят, да пожитки свои в повозку погрузила. И только ее и видели. С той самой поры у мастера Казимира совсем все в башке помутилось. Так, ну скорее всего... Вы меня еще попомните. Я такой грохот устрою. Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. Наверное, все не так просто. Давайте поговорим. Попробую с ним поговорить. Может быть, его кто-то обманывает специально. А они сказали за старостивших детей. Хотела кровать с балдахином. Получай! Хотела серебряный сервиз? Получай! Так чего ж тебе, сука, ты эдакая, не хватала? Сильнее он уж, наверное, не сможет. Милителя, великая мать, убереги нас от беды. Ты кто такой? Тоже, небось, пришел мою эфимию трахать? Опоздал ты, уехала она. Нет, я... Почтальон тоже говорил, что нет. Отпирался да клялся всеми богами. А я-то дурак поверил. Он ее поймал прям на горячем. Три года они у меня под носом трахались. А теперь вообще свалили. Правду говорил мой дедушка. Весь мир охочь до краснолюдских женщин. Мне очень жаль. Положи факел, поговорим спокойно. Ты жалок. Слезай вниз. Ну, последний вариант надежный самый. Ты жалок. Я даже не знаю, наехать на него или нет. Он там сидит, выделывается. Грустно, конечно, но... Я не знаю. Просто бывают такие моменты, когда хочешь нормально, спокойно поговорить. А потом, по факту, получается, какая-то жопа. Я просто рисковать не хочу. Ну, ладно. Я сохранилась на всякий случай. Мне очень жаль. Ты жалок. Давайте... Нет. Вот почему-то мне кажется, что этот вариант будет грубый, но почему-то на него подействует. Давайте попробуем. Не знаю. Интуиция подсказывает. Слазь разбираться будем. Хочешь покончить с собой? Иди с моста прыгни. А не пугай людей. О, гляньте, умник нашелся. Будет мне рассказывать, как с собой покончить. Я тебе даже помочь могу, а то ты сам так и не соберешься. Мало того, что рогоносец, так еще и трус. Я... На слабо берет. Трус? Ну, держите меня. Стой там, не шевелись. Сейчас я тебе вломлю. Хе-хе. Драться будем. Где топор? А можно его просто... Все, успокойся. Да не кричите вы. А, ладно. Я тебя порву. Э-э-э, нет-нет-нет. Какой меч? Че он меч начал хватать? Ну и пересчитал же ты мне кости. Ой. Очнулся? Я хотел поговорить культурно, но ты мне не оставил выбора. Нет, не извиняйся. Вот это мне и было надо, чтоб кто-нибудь у меня из башки дурь выбил. Ой. Так. Так чего тебе надо-то? Чтобы ты открыл одну дверь. Так, чтобы она больше не закрылась. А, понимаю. А что по другую сторону дверей? Награда. Там всем хватит. И еще останется. Пришел бы ты неделю назад, я б тебя послал. А теперь мне терять нечего. Ну, что нужно делать? Давайте мы сначала сбегаем ко второму. Ну, мне просто... Что? Да я только что чуть жизни себя не лишил. А ты ко мне как секретутка с мануфактуры. Вы нас не расспрашивайте, мы вам сами дадим знать. Охренел? Говори, не увиливай. Берешь меня на эту работу? Или нет? Ну, ладно, берем. Беру-беру. Работа твоя, успокойся. Иди к травнику под Эксенфуртом. Попроси у него вытяжку из кровавника. Тогда и узнаешь. Ясно? Ясни, солнышко над Махакамом. Бывай. Так, ну, мы согласились и... Ну, блин, почему он такой настойчивый? Я хотела посмотреть, что еще с тем стало. С медвежатником. Типа, вы мне писали, что там выбора нет. Кроме взломщика. Ну, я хотела глянуть. Очень приятно. Это, получается, по-моему, который за решеткой сидел. Ладно. Раз ему терять нечего... Куда там мне? А, тю, блин. Я уже собралась куда-то перемещаться. Мне ж волхимию надо. Волхимию... Очищающая микстура. Готово. Вот, теперь можно перемещаться. Блин, все равно хотелось так посмотреть, что там с тем... Чуваком за решеткой. Ну, наверное, мне кажется, он помер. Раз вы сказали, что выбора не будет. Даже не знаю. Гребаный гном, блин. Так, берешь, говорит, или нет. Ага, вот, надо подслушать. Послушаем. Ага, идем дальше, значит. Такая знаменитая... Ага. Послушаем. Гребаный гномер. А у этого Хорста Барсоди есть какая-нибудь дочка? Гори, блин. Это что? Ну, ты подумай. Затесаться в такую семью, как сыр в масле выкатался. Поверь мне, в семью Барсоди лучше не попадать. Замолчи, женщина. Потому что от них одни хлопоты. Ха, ничего интересного. Блин, ходят тут, мешают мне. Рошачьи глаза. Знак дьявола. Ну, сука, бойся меня. Так. Послушаем. А, сегодня на ужин должно быть рыбный сум будет. Русашки на честь. А ты откуда знаешь? А я когда с утра шел через западный лад? А я когда с утра шел через западный лад? Через западные ворота. Видел Мартина на причале с удочкой? Не повара, а сокровище. Я доволен в охотном провизии. Сам нам же оттуда стоил. А то. Еще бы он не пихал чеснок в каждое блюдо. Причал недалеко от западных ворот. Большего мне знать и не надо. Вы видели, как она меня отодвинула, чтобы пройти? У меня тут дела государственной важности. Так, сто восемьдесят метров. Чувау! Интересно, это здесь? А, ну да. Они тут так и остались. Не надо ли тебе чем-нибудь? Ну да. Мне на храбрости нужны ты и бей. Там так и сидят. Вроде как Новиград. Знаешь, что право не нравится. Грозный у тебя цеховой знак. Иди, откуда пришел. Его величество родовит короче. Честь и отчизна. А, я так понимаю, тот, который рыбачит, да? В шляпе сидит. Ага, вот и повар, надо думать. Чтобы мы точно заметили. Нужно его убедить. Ну как там, клюет? Ну да, клюет. Ну а ты? Чего? У меня тут одна микстура. Заплачу тебе, чтобы ты подлил ее в суп парням в гарнизоне, когда я дам тебе знак. Ничего страшного. Им просто покажется, что рыба была с дужком. Я так напрямую прям. Это тебе будет дорого стоить, дружок. Ну сколько? Да ну ладно, он все-таки нам помогает. Деньги у нас имеются, держи. Попробуй только не сделать. Разговор будет коротким. Жди сигнала. И никому не гугу. Уразумел? Не гугу. Вот правильно, молчи, сиди. Ой, я думала, дети дерутся. Они просто кидаются. Так, так, так. Подождите, а вы мне говорили, что надо будет выбрать взломщика? А у меня нет. Может, я тоже поиграть хотела. Все ко мне! Сюда! Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Посмотрим. 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 у его себе забрала но этим винт сыграем я бы сейчас лучше в карты сыграл смиренно так согласился все починаем так вот это нам надо что у нас тут осадных чуть-чуть совсем можно начать с мечников этого заменяем отлично этого оставляем давайте этот еще поменяем если что осадные на 2 на 2 раунд хотя можно было ладно нельзя было продолжаем посмотрим вообще какой бы первый раунд надеюсь чучела у него нет хорошо не сдается окей посмотрите на него даже не знаю я хочу трис выкидывать может быть у него есть погодные карты ну все сдавайте нет не хочет сдаваться ладно давайте поставим так и знала ладно дайте какую-нибудь карточку которую я смогу удвоить а не смогу ладно ну него три карты мы выиграли все таки мог использовать если бы я на первый раунд поставила ну все противник спасовал ну и выпасуем гуленыш нет ой а куда это а куда это я но я же поставила отметку на быстрое перемещение и побежала по основному заданию на карте по этой метке зачем ставила спрашиваю зачем ставила спрашиваться ой 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 ну смотрите как как быстро я сыграла в карты замечательно еще вопрос где кабан который на меня напал а нигде не хрюкает очень жаль f5 ты на меня не сильно обижаешься прости пожалуйста я насчет той бабки с деткой которая сожрали его брата или кто-то был я так и не поняла виноват они действительно ну они его грохнули или нет поэтому а вы барышня может быть свободны потому как я с недавних пор да да не уж то быть не может кто же это мог упустить такую выгодную партию наконец все в сборе пора начинать этот налет дело серьезное так что если кто-то из вас сомневается пусть уходит сейчас пока еще можно наша цель аукционный дом барсоти конкретно сокровищница эвелина ты войдешь в башню как только пройдет патруль и спустишь нам веревку у нас будет не более пяти минут этого хватит более чем великолепно поднимаемся в башню оттуда в аукционный дом внутри никого не должно быть но если что у нас есть геральт и его мечи потом вниз в сокровищницу казимир взрывает дверь мы входим берем добычу и испаряемся через тайный ход у меня все у кого есть вопросы все расспросим конечно же все выглядит прекрасно но что если что-то пойдет не по плану в этом случае каждый сам за себя вот так вот просто в этом ремесле нет места дружбе нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности ловушек ничего особенно серьезного вот здесь на первом этаже есть шнур от колокола в башне если он зазвонит у нас будут неприятности как сделать чтобы он не звонил не дергать за шнур все как я сказал аукционный дом будет пуст я не жду каких-то проблем охранилище как оно охраняется что бы там ни было смесь селитры пороха и фульмината серебра сделает свое дело а взрыв никто не увидит он не услышит позволь очевидный вопрос если в сокровищницу ведет тайный ход которым мы уйдем почему бы нам не войти через него же хороший вопрос почему у каждого коридора два конца правда но я знаю как найти только тот что в сокровищнице а другой где-то за городом и я понятия не имею где именно ага чудно так если все таки если бы как-то смог это выяснить вы были бы мне не нужны так что поверьте я пытался а нам что не сказал ну за работу добро беремся за работу нечего тянуть кота за яйца бедный кот блин постоянно его кто-то тянет встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь и убедитесь что за вами не следят я дам сигнал повару в гарнизоне а что с масками рожа то у меня приметная оставь это мне да и еще одно если кто-нибудь из вас донесет стражи разболтает за пиво убили собственными руками до встречи на месте я смотрю ты знаешь как вдохновить на труд до встречи на месте мне надо сохраниться хей отдайте и в пяточку нажать вот так вот хорошо полночь явиться в полночь у него куча цветков а нужны они мне или нет все соберем прежде чем уйти вдруг мы сюда уже потом не вернемся а он себе еще посадит правильно правильно так ну все музыка такая блин прямо в центре ну как окраина но там все слышно капец весь день что-то бахает как тут возвращаться счастье отчизна сволочь куда ли а ты знаешь что в городе есть охотники за колдунами так медитируем и и и и Повар свое слово сдержал Подождите, когда Геральт успел переодеться? Смотрите, какой! Ему идет Так, ну если там никого не будет Все чисто, давай Паркур! Если бы у меня... Ой-ой-ой! Гребаные птицы! Вечно все заснут! Там же никого не должно быть! Я вам покажу! Патруль идет сюда! У нас 5 минут! Сказали же! Блин, быстро! Тут телепортироваться надо? А как маленький поползет? Ох, ё! Лучше бы уж было взорваться! Сейчас, наверное, с ним будут проблемы какие-то Нет? Тяните его! Тяните! Тяните! Это голуби! Скажите спасибо, что не насрали! Опа! Блин, реально, так бы в Дайнлайн прыгать и все было бы намного проще Это у меня как-то с паркуром не заладилось! Внутри же никого не должно быть! Да! Видно, мой информатор ошибся! Это все, что ты можешь сказать? Я там шею чуть не сломала! Ты знала, на что идешь! Сейчас не время для обсуждений! Но позже мы обсудим Можешь быть уверен, ты прав Теперь мы уже не можем отступить Ну, просто сейчас какой-то раздор, чтобы был, не нужно Потом уже все обсудим Верно Отступать нам уже некуда Так что надо переть вперед, как бы там ни было Золотые слова Если здесь один стражник Впереди могут быть еще Доставай меч Нет Что так? Я не буду убивать Я уже сказал Ну, а деревянный взял Ладно Надевайте маски и идем Они все взяли деревянные мечи? А Геральту? Что у нас за маска? Ой-ой-ой Король Вы посмотрите на него Это мне Убивать мы никого не будем А вот залутать, конечно Письма, видно, старинные Как и шнурок И что? Любовное письмо Сейчас подожди Сейчас подождите Примечание Предмет получен вместе с остальным именем Э Выставлен на аукцион Начальная цена Однокрона Ставок нет Любовь моя Не сдавайся Есть Еще неделя до того Как ты выйдешь за аферцей Я что-нибудь придумаю Может я хорошо зарабатываю Заработаю к тому моменту Или мои слезы Убедят твоего отца Может быть боги услышат Наши молитвы А если не они Тогда быть может дьявол А если ничего не изменится К лучшему Я ворвусь в храм Через окно И украду тебя прямо у алтаря Мы убежим куда-нибудь Далеко-далеко На край света Где нас никто не найдет Ты пишешь с печалью Чувствую ее тяжесть Я тоже постоянно думаю о тебе Как мы Уговорили в алхимии Бутылку вина до рассвета А ты начертила дом Нашей мечты На пыльном полу Как мы сидели на причале Опустив ноги в воду Ты пела похабные песни Заставляла меня смеяться И смеяться Каждый раз перед сном И первым делом Когда просыпаешься Целый медальон С твоим портретом Клянусь всем святым И мы должны быть вместе сильными Люблю тебя Твой О Это верно письмо Ольгерда Это была Настоящая любовь Он же рассказывал Что его Любимую Женщину Захотели Выдать за Фирца Так ну вы тут Подождите Я как бы Сейчас Мы никуда не торопимся Я так понимаю Да? Ей Че тут? Давай 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 В смысле? Я не поняла Почему уже второй сундук В игре У меня Не этот Не высвечивается Мы не используем Лестницы Все Идемте Куда? Вниз Так Я еще раз Я побегала Подумала Еще раз хочу О Обыскать сундук И все Просто тут иногда Не высвечивается Я думала Может здесь будут Какие нибудь Ведьмачи Древности Снаряжение В общем все дела Ладно Давайте мы на этом Остановимся И Продолжим Тогда Ограбление В следующей серии Надеюсь вам понравилось И плюсы В описании Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Жмите колокольчик Комментируйте Всем до встречи В следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok